Брифли ФМ представляет Висос, это Майкл. Экшен и опасность будоражат. Но это игрушечный пистолет. А процесс расширения отверстия, например, для пистолета, называется буурин, или сверление. Сверление — это процесс, медленный, требующий повторяющихся движений от инструмента, который совершает вращение. Возможно, именно поэтому медленные и повторяющиеся вещи, которые, кажется, ни к чему не приводят, в английском языке называют тем же словом буурин. Но почему нам становится скучно, и почему это важно? Свидетельство временного безразличия к чему-либо происходящему, скука, встречается уже во времена древних помпей. Нам не нравится скука, с ней некомфортно, но в ней нет ничего необычного, да? Я имею в виду, что каждый из нас испытывал скуку, но теперь у нас есть вейсбук, и твиттер, и ютюб, и переписка, и кэнди-краш, чтобы чем-нибудь занять себя. Поэтому правда, какая тут проблема? А дело вот в чем. Физическая боль в горле или тошнота — тоже некомфортные ощущения, но они вызываются опасными, серьезными, токсичными вещами, в то время как скука возникает, когда вы просто теряете интерес к внешнему миру и к внутреннему миру ваших мыслей, будучи наедине с собой. Поэтому не означает ли сам факт существования скуки, если задуматься, что жизни как таковой нам недостаточно? Артур Шопенгау рассказал, если бы сама по себе жизнь имела бы смысл, не существовало бы такой вещи, как скука, тогда бы одно лишь существование наполняло и удовлетворяло бы нас. Но очевидно, что этого не происходит, потому что скука все-таки существует. Неужели что-то не так с бытием? Или это говорит о чем-то неразгаданном в нас самих? Около двухсот лет назад Джакомо Леопарди написал в письме к своему отцу. Скука – самая грандиозная из человеческих эмоций, ведь она выражает тот факт, что человеческий дух в определенном смысле больше самой Вселенной. Скука – это выражение глубокого отчаяния и невозможности найти удовлетворение безграничным потребностям ищущей души. Поэтому, если на первый взгляд скука может показаться обыденной или несерьезной, а признание в ее ощущении чем-то постыдным, одно можно сказать точно – скука – это не скучно. Ведь оказывается, когда нам скучно, активность мозга снижается всего лишь на 5%. А МРТ сканирования мозга скучающих людей показало увеличение активности в участках мозга, ответственных за автобиографическую память, постижению мыслей и чувств других людей, а также запланирование и обдумывание гипотетических событий, то есть совоображения. Дженнифер Шустер написала об этом в своем эссе с говорящим названием «Мы и наша скука». Она отмечает, что наряду с неврологическими факторами, исторически скука была еще и важным источником креативности, благополучия и самосознания. Это навязчивое состояние, которое заставляет нас подумать о себе, заметить то, что мы упустили из виду, и заряжает намерением предпринять нужные действия, которые в противном случае мы бы отложили. Например, уборка, письмо, решение головоломок или игры. Как источник движения, скука, возможно, подтолкнула человечество к множеству открытий и достижений. Но как измерить скуку? Шкала предрасположенностей к скуке ШПС оценивает индивидуальную склонность к скуке, изучая, насколько легко человеку быть внимательным. Среднее значение варьируется от 81 до 117 баллов. Можно взять эти значения по ШПС и сопоставить их с другими факторами. Например, люди, которые хорошо себя знают, легко могут определить свои эмоции и имеют высокий уровень самосознания, обычно получают меньшие баллы, что значит меньше склонны испытывать скуку. Но даже когда скука начинает ощущаться часто, виной этому может быть наша собственная физиология. Так, например, людям с небольшим количеством дофаминовых рецепторов в мозгу обычно нужно больше возбуждения, чтобы оставаться активными. А это значит, что хроническая скука может быть проявлением того, как работает наш организм. То есть симптомом, несвоевременная проверка которого может привести к чему-то похуже. Анна Гослин даже скажет, к чему именно. Депрессия, тревожность, наркозависимость, алкоголизм, враждебная слабая коммуникативность, плохие оценки и низкая трудоспособность. Национальный центр по вопросам наркозависимости заявил, что три основных фактора риска для подросткового злоупотребления психотропными веществами это избыток стресса, чрезмерная трата денег и избыток скуки. Нью-Йоркский медицинский центр Бет-Израэль сообщает, в свою очередь, что уровень скуки, ощущаемый наркоманами, остается единственным надежным показателем того, будут ли они оставаться чистыми и дальше. Нашему мозгу нужна стимуляция, чтобы быть здоровым. Но не в таком количестве, чтобы перегружать его, а именно столько, сколько требуется каждому индивидуально. Стимуляция, с помощью которой человек может оптимально работать, сосредоточившись, или то, что в психологии называют потоком. При недостаточном уровне стимуляции мозг начнет панически воображать в надежде найти хоть что-нибудь где-нибудь, чтобы предотвратить и нечто более худшее. Ведь наш мозг подвержен таософобии, страху скуки. В книге Питера Тохи «Скука. Живая история» цитируются выводы Нормана Дойджа. «Ничто не ускоряет атрофию мозга так, как пребывание в неподвижном состоянии в одной и той же обстановке. Монотонность ослабляет нашу дофаминовую систему и внимание, которые важны для сохранения пластичности мозга». Разнообразие и стимуляции активизируют нейрогенез, образование новых клеток мозга, а также могут продлить жизнь уже существующих клеток в определенных участках мозга. В попытке избежать нехватки стимуляции мозг даже попытается создать свои собственные стимуляции. Галлюцинации. Они могут быть созданы в любом мозгу в том случае, если ему не хватает стимуляции извне. К примеру, эффект бесконечного поля зрения или эффект Гансфельда. Если воздействовать на мозг белым шумом и постоянным монохроматическим окружением, мозг сбивается с толку и начинает в панике создавать галлюцинации. Такой эффект можно вызвать с помощью половинок шарика для пинг-понга на глазах и, включив радио между станцией, тот самый белый шум. Длительная сенсорная депривация в специальной камере, которая ограждает от любых зрительных, слуховых, обонятельных, вкусовых и тактильных триггеров, в которой тело плавает в специальной жидкости, приводящей к ощущению невесомости, тоже может вызвать галлюцинации, хотя и тревогу тоже. Лишенный необходимой стимуляции, мозг проходит через разные стадии, начиная как раз со скуки, поэтому, если это не пресечь, мозг может зайти совсем далеко. Это явление хорошо задокументировано не только в экспериментах с животными, закрытыми в клетке на длительное время, но и в ужасающем случае с девочкой по имени Джинни. Эта история с Джинни, родившейся в 1957 году в Аркадии, штат Калифорния, стала одним из самых известных случаев детской патопсихологии. Ее отец был не в себе и жестоко обращался с ней и ее семьей. Постоянно бредя, он ненавидел внешний мир и старался как можно лучше изолировать от него свою семью. Он держал Джинни в комнате с всего двумя затемненными окнами все первые 13 лет ее жизни. Он часто привязывал ее к туалетному стулу и никогда не кормил ее твердой пищей. А когда власти наконец нашли ее в 1970-м, она не умела говорить, а по умственному развитию была на уровне полуторагодовалого ребенка. Джинни подробно изучили, и ее случай стал частым примером на курсах психологии, редким живым примером жуткого невозможного эксперимента. О том, что если бы человеческий ребенок был изолирован от контакта с людьми и человеческого языка, одичавший ребенок, выращенный не сказочными волками, а в самом сердце многолюдного пригорода. Джинни до сих пор жива, ее личность анонимизировали, и она находится на попечении властей штата Калифорния. Однако, лишением стимуляции наказывают не только спятившие родители. Такое наказание применяется к преступникам, особенно в форме одиночного заключения. Согласно тюремным справкам, рекорд самого длительного пребывания вне социальных контактов побил и до сих пор удерживает Томас Сильверстайн. Поскольку он считается особо опасным для общества, Сильверстайн содержится в одиночестве с 1983 года, и он не видел ни одного человека за последние 29 лет. Подобные истории глубоко впечатляют и выходят за рамки повседневной бытовой скуки, простой скуки, которую вы ощущаете, когда стоите в очереди или слушаете неинтересную лекцию. И это не заболевание и не капризы. Это эмоция. Колесо эмоций Роберта Плачика – отличный способ увидеть это. Оно состоит из базовых эмоций, расположенных в порядке интенсивности – силы. Скука здесь размещена как легкая версия отвращения. Эмоции не вредны. Нормальное их количество имеет свое назначение и пользу. Существа, испытывающие эмоции, чаще способны или вынуждены выполнять более сложные вещи, чем просто есть, пить, спать и размножаться. Например, завязывать дружбу, просить прощения, безоглядно любить и планировать строить будущее. Но вот отвращение – это эмоция, которую вряд ли можно назвать приятной. Однако она оберегает нас от того, чтобы сделать что-то вредное для нас. Ее назначение в том, чтобы предупреждать. Ведь тревога, которую мы ощущаем, встречая протукшие, гнилые или токсичные вещества, отвращает нас от использования их и тем самым уберегает от отравления и болезней. Будто верный друг отвращения отталкивает нас от опасного. Оно указывает нам путь в сторону здорового. Таким же образом и скука защищает нас. Нет, монотонные лекторы, изнуряющие ум задачи и перегруженность однообразием – все это не является грязным или ядовитым. Но все это недостаточно стимулирует нас. Скука же заставляет нас делать что-то, чтобы получить свежую стимуляцию, чтобы избежать еще большей паники нашего разума. И поскольку скука выполняет такую важную роль, то твое ощущение скуки – это скорее признак здорового ума. Существа, испытывающие скуку, в итоге больше предпринимают действий для себя и преуспевают больше, что, в свою очередь, приводит к увеличению числа им подобных, ощущающих скуку. Поэтому в следующий раз, когда станет немного скучно, можете себя похвалить. Гордитесь, благодаря вашим предкам вы участвуете в движении к лучшей жизни, как в случае с голодом или жаждой, которая двигает нас вперед к новым свершениям и завоеваниям эволюции. Прекращайте хоть иногда совершать привычные маневры в бегстве от скуки. О да, будет скучно, но скука – это именно то, что пробивает отверстие, доводя его до совершенства. И да, не все отверстия полезны, но некоторые из них могут стать окном, через которое ты сможешь увидеть что-то невероятное снаружи. И, как всегда, спасибо, что смотрите. Так что подумайте еще раз перед тем, как нажимать на кнопку.